В Уфе самая высокая в Приволжском федеральном округе средняя заработная плата. 23 800 рублей. Об этом заявил мэр Уфы Павел Качкаев. Вместе с заработной платой увеличилось и число вакансий. Сейчас их две на одного безработного. В основном предлагают рабочие специальности, на которые люди неохотно идут. Накануне Дня Республики глава города рассказал о проделанной работе, в том числе о дорожном строительстве. За год в Уфе расширили и отремонтировали 25 улиц. Это самый значительный показатель за 4 года. У нас на сегодня восстановлен 51 светофон со звуковым сопровождением в центре города. Это по просьбе общества слепых. У нас сделано больше 250 съездов с тротуаров на наших перекрестках. И сегодня ни одна новая дорога, ни одна дорога, которая уходит под капитальный ремонт и реконструкцию, не будет приниматься без наличия вот этих съездов. Это для у нас инвалидов-опорников, ну и для детей, для мам с колясками. Кстати, с начала года в столице родились почти 10 тысяч детей. Павел Качкаев отметил, что наблюдается прирост населения, но в последующие годы возможен упадок, так как в репродуктивный возраст вступает малочисленное поколение 90-х. Тем не менее, продолжается строительство детских садов. У нас на День Республики готов к отоплению детский сад. Выносите, вносите, ко Дню Республики. Ну, здесь, вот, будем считать так, октябрь-ноябрь, октябрь-ноябрь. Детский сад готов к Дню Республики. Теперь ледовую арену, вот, пристройки, или, как сказать, вторую очередь ледовую арену мы открываем где-то, должны открыть 20-го числа на октября. Плавательный бассейн, который строится тоже по правилам Единой России, 500 бассейнов мы также готовимся открывать где-то 26-го октября. 26-го октября будет, вот, открыты еще два детских сада в октябре-ноябрье. Празднование Дня Республики начнется 10-го октября с возложения цветов к Монументу Дружбы. Основные мероприятия пройдут на следующий день. В 11 часов на набережной реки Уфа ждут всех любителей бега на легкоатлетический кросс. В 19.30 перед Русским Драматическим Театром состоится праздничный концерт. Завершится он фейерверком в 22.30. Традиционно он пройдет на площади имени Ленина и перед ДК УМПО. Алина Таюпова, Марат Казарян, телеканал ЮТВ.